Можно зайти, задать координаты определенной остановки и в интернете даже узнать, через сколько минут какой маршрут подъедет на данную остановку. В Железногорске на двух автобусных остановках установили электронное табло. На них отображаются точные данные о прибытии автобусов. В Канск приехала сборная Красноярского края по синхронному плаванию. Как проходят занятия спортсменок? Во-первых, надо зарядить сотовый телефон, знать сотовый телефон экстренных служб, за собой взять теплые вещи. Специалисты экстренных служб Зеленогорска объясняют горожанам, как подготовиться к крещенским морозам. В Железногорске установили два электронных табло для отслеживания движения автобусов. Пассажиры, уезжающие с рынка в сторону Ленинградского и с остановки на Курчатова, 48, теперь могут узнать, через сколько минут придет нужный транспорт, а заодно дату и погоду. На экране прописывается номер маршрута, следом через двоеточие минуты ожидания. Таблички установило муниципальное предприятие ГУРО «Электросеть». Каждая обошлась в 35 тысяч рублей. Координацией и программированием занимались поставщик и специалисты автопредприятий. Информация поступает со специализированного интернет-сайта, где собираются данные о местонахождении автобусов относительно того или иного табло. Можно зайти, задать координаты определенной остановки и в интернете даже узнать, через сколько минут какой маршрут подъедет на данную остановку. Насколько я понимаю, что недавно уже эти сайты ведут, теперь это будет наглядно и это, я думаю, заставит их более серьезно к этому относиться. Ну, хотя я подъезжал, 31-го мы смонтировали, я подъезжал, как бы ради интереса смотрел, то есть и ПТП, и ГУРО «Автотранс». Ну, нормально, автобусы приходили вот как раз, да, как написано. Такие экраны пока лишь на двух остановках. Выбраны были самые многолюдные места. Кроме того, для установки требовался доступ к электричеству. Оттого и висят табло не на самих остановках, а поодаль. Разместить их ближе технически сложнее. Либо провода будут, наверное, в воздухе болтаться, либо надо как-то под землей прокладывать, это надо асфальт долбить. Ну, как бы это, ну, если такая цель, задача будет поставлена, это можно реализовать, но это потребует достаточно больше времени и сил, и средств. Железногорцы в большинстве новинку пока попросту не заметили висеть табло в стороне от остановки, да и размера небольшого. Но к инициативе в целом отнеслись с одобрением. Наверное, удобно. Скорее всего, удобно. Ну, вы вот обычно, когда автобус ждете, не хватало такой вещи или, ну, или так можно постоять и дождаться? Да, наверное, не хватало. Мы первый раз видим, но я могу сразу сказать, вот, допустим, в Турции, там прямо по внутренней стороне вот этой самой стоянки, да, крупно-крупно идет. Здесь, ну, мне вот это, мне надо подойти ближе, чтобы увидеть. А вообще, что там? По площадь Победы вижу. Когда придет автобус, что ли? Там в минутах какой маркетчик, сколько минут? Нет, наверное, это должно быть, оно должно быть. Ну, может быть, как-то, ну, не знаю, может, привыкнем. Ну, допустим, вот здесь стоите. Вот вам отсюда видно что-то? Нет, не видно. Во-первых, отсвечивается. Сейчас пока солнышко туда как раз светит, не видно. Может быть, вечером это будет видно. Сейчас табло работают в тестовом режиме. Специалисты проверяют, выдерживает ли техника мороза, нет ли сбоев в поступлении данных. Если проблем не будет, в городской администрации подумают об увеличении числа таких экранов. В Шарыповском районе появились первые говорящие книги. Всего их 11. С читателями книги общаются при помощи специальной электронной ручки. Портативное устройство единственное на весь район. И пока оно есть только в библиотеке села Араки. Говорящие книги предназначены для самых юных читателей. Стоит коснуться ею книги со специальным логотипом, и она начинает говорить. Она малышей развивает. Они читают вместе с ней стихи. Здесь познавательные картинки. Отвечает книга на вопросы. Поют песенки вместе с ней. Танцуют. Ну и, конечно же, много чему учат. В районный исторический музей Новоселова привезли передвижную выставку Хакасского национального краеведческого музея имени Леонида Кызласова. Экспозиция «Евразия. Пространство, времени и жизни» – это международный проект, который объединяет фотографов Хакасии, российских и зарубежных мастеров фотоискусства. Здесь можно увидеть культурные ландшафты многих стран. Большая часть фотографий посвящена культуре Хакасии. Все фотоработы, представленные на выставке, не постановочные, а взятые из реальной жизни разных народов. В общей сложности представлена 21 фоторабота. Посмотреть на красоты дикой природы соседней республики можно до 4 февраля. На этой выставке посетители выставки смогут совершить такое, скажем, фотопутешествие в Кабардино-Балкарию, что не каждый из нас сейчас может сделать. Побывать, по крайней мере, в трех государствах Европы. Ну и посетить нашу солнечную Хакасию и не менее солнечную Тулу и так далее. То есть представлены работы фотохудожников именно из этих республик и государств. Команда Красноярского края по синхронному плаванию приехала в Канск на тренировочные сборы. Ежедневно девочки проводят в воде до 8 часов. И только иногда тренеры дают небольшие перерывы спортсменкам для того, чтобы те восстановили свои силы. Сборы – период усиленного учебно-тренировочного процесса. В течение двух недель синхронистки должны поставить новую программу для соревнований, которые состоятся уже в марте в Новосибирске. У нас вот новая программа идет комби. Он, на самом деле, очень сложный. То, что там и темп идет быстрый, и элементы тяжелые, и связки длинные. Еще и новый состав у нас в команде. Поэтому привыкаем. Большинство спортсменок занимается синхронным плаванием с 6-7 лет. Выбрали именно этот вид спорта не случайно. Красивая музыка и изящные движения. И только позже поняли, что скрывается за ними тяжелый труд. Вначале некоторые элементы ставят на суше, а уже потом отрабатывают в воде. Все движения построены на определенном ритме. Даже когда тренировки идут без музыки, тренер отбивает счет металлическими предметами. Ну вообще группа – это 8 человек. Комби – это 10 человек. Есть дуэт – это 2 человека и соло – 1 человек. В основном мы договариваемся по счету, под музыку работаем. Если кто-то что-то предлагает, мы делаем так, чтобы у каждого было свое мнение. Каждый мог что-то друг другу подсказать. Но в основном здесь нужна работа. Ну это командная. Постоянно вместе, постоянно работаем, работаем, работаем. Под стук тоже, вот видели, работаем. Ну и все это нарабатывается, как бы уже привыкаем. График тренировок у синхронисток достаточно плотный, поэтому несколько дорожек 25-метрового бассейна «Дельфин» заняты практически постоянно. Однако обычных посетителей, плавающих на соседних дорожках, присутствие спортсменок не смущает. Более того, приехали тренеры на сборы со своими детьми, которых также такая атмосфера вполне устраивает. Оставлять малышей одних на долгий период не представляется возможным, а тренировки и сборы в спорте высоких достижений занимают огромное количество времени. Во-первых, очень удобный бассейн здесь и условия, которые нам предоставляют, что не каждый бассейн готов предоставить столько времени нам для тренировок. И плюс еще выездные сборы хороши тем, что подготовка спортсменов заключается не только в том, что они должны выучить техническую сторону, но и психологическая подготовка должна тоже быть. Здесь есть возможность с девочками пообщаться, поработать, именно повлиять вот на это. А дома, бывает, пришли домой, у меня заболела ножка, ручка, все, мама с папой пожалели, на тренировку ребенка не отправили. Получается, тренировка следующая уже прошла в никуда. В Канск краевая сборная приехала в количестве 29 человек. Это два состава и резервная группа. Завершатся учебно-тренировочные занятия уже на этой неделе. В субботу в 10 часов состоятся показательные выступления. Насладиться ими могут все желающие жители города. Закутаться потеплее, а лучше вовсе не выходить из дома – желание многих зеленогорцев. Но подчиниться ему могут далеко не все. Поэтому главная задача – не замерзнуть на улице. Медики напоминают основные правила. Верхняя одежда, как и обувь, должна быть не только теплой, но и свободной. Хлопчатобумажные носки лучше заменить на шерстяные, перчаткам предпочесть варежки и, конечно, не ходить без головного убора. Но если вы все-таки замерзли, то необходимо зайти в теплое помещение, снять промерзшую обувь и выпить что-нибудь горячее. А вот растирать пострадавшие участки тела снегом или спиртом не рекомендуется. Впрочем, горожане переносят испытания природы стойка. Да я как бы не замерзаю. Ничего не боимся мы. Мы же все береги, чего нам бояться. Наоборот, хоть солнечные дни стоят. Теплее одеваться, побольше кушать, жирненького сальца. Все, работаем, тепло. Особое внимание в морозы, конечно, уделяется детям. В помещениях школ и детских садов сегодня комфортная температура. Но если столбики термометров на улице еще поползут вниз, то занятия в школе отменят. Для начальной школы такой крайней отметкой является минус 35 градусов, для среднего и старшего звена минус 40. Родителям нужно следить за информацией об отмене занятий, которую сообщат по телевидению с 7 до 7.30 утра. Между тем, автомобильного транспорта на улице стало гораздо меньше. Многие предпочли не испытывать автомобили на прочности. Правильно сделали, считают в госавтоинспекции. В такие дни лучше пользоваться общественным транспортом. Но если отложить поездку нельзя, тем более на дальние расстояния, то к ней нужно подготовиться. Во-первых, надо зарядить сотовый телефон, знать сотовый телефон, эстренный служб, за собой взять теплые вещи, но хранить их не в багажнике, а чтобы они находились в машине, чтобы они были теплые. По собственному опыту узнаю, что при 26 градусах машина охлаждается буквально в течение 20-30 минут. Некоторые пользуются тем, что берут с собой бутылку бензина, литр-полтора, чтобы можно было что-нибудь зажечь, чтобы не замерзнуть. Ну и постараться, конечно, избежать тех дорог, на которых нет транспорта, чтобы кто-то мог оказать помощь. А вот кому холод не страшен, так это моржи. В проруби они купаются даже при минус 30 на улице. Причем занятия проходят в вечернее время, когда морозы крепчают. Казалось бы, зима – самое подходящее время года для депрессии. Но психологи утверждают обратное. Мороз – лекарство от стресса. Главное – одеваться теплее и не отказывать себе, пусть даже в непродолжительных прогулках. Один вид заснеженного города уже вызывает положительные эмоции. А морозный воздух усиливает выработку гормона счастья, который препятствует возникновению стресса. Прогуляться можно и по зеленогорскому зоосаду, который, несмотря на мороз, открыт для посетителей. Здесь тоже основательно подготовились к холодам. Животные у нас чувствуют себя хорошо. Для копытных животных увеличивается овес, и увеличивается подстилка, поднимается выше, чтобы им было теплее. Для хищных животных увеличили норму мяса на 50%. Введено круглосуточное дежурство сотрудников зоопарка. И день, и ночь находятся на территории зоопарка сотрудники, которые следят за состоянием животных. По предварительным прогнозам синоптиков, морозы пока ослабевать не намерены. Самыми холодными могут стать предстоящие выходные. В субботу и воскресенье днем будет минус 27, минус 29 градусов, а ночью воздух остынет до минус 39. Следующая неделя также обещает быть прохладной. Вот и не верь после этого в крещенские морозы. Кстати, по приметам, если морозы на крещение сильнее рождественских и длятся всю неделю, то после они обязательно сменятся неделей оттепели. А вот затем снова будут морозы еще более суровые, но уже последние текущей зимой. Редактор субтитров А.Семкин